У нас остался еще один наступающий, пожалуйста, это Дмитрий Алексеев, Москва-Россия, пожалуйста. Коротко, прежде всего, конечно же, я благодарю уважаемых организаторов конференции за возможность здесь присутствовать и всем нам желаю, чтобы точно таким же составом, если не шире, мы здесь встретились ровно через год. Не могу не ответить буквально в двух репликах на выступления коллег. Во-первых, для Сергея, уважаемого Шонина, да, как, не вижу, Сергей, вы видите, я не вижу, значит, я буду говорить просто в зал. Да, тот способ, как можно говорить о Холокосте в России, даже если мы не будем учитывать всю имеющуюся историографию о Холокосте на территории СССР, энциклопедию Холокоста Высшую и так далее, да, это достаточно известные материалы, касающиеся Нюрнбергского процесса, которые вполне опубликованы. И, если я ошибаюсь, коллеги поправят, но именно в них были представлены среди свидетельств о преступлениях документы по Фриде Михельсон. Это узница Рижского гетто. Так что, в принципе, книга была переиздана уже третий раз совершенно недавно по инициативе Давида Зельбермана. Если я не ошибаюсь, несколько экземпляров у московской группы приехавших есть, так что мы с вами можем поделиться. И, соответственно, сама тема Нюрнберга абсолютно очевидно поддерживается на государственном уровне. Каждый год штампуются книжки совершенно одинакового содержания, так что вы можете получить грант от России и не записаться в число иностранных агентов. И второй момент – это то, что касается возможностей в регионах. Да, тоже не много кто знает. Под руководством доктора юридических наук профессора Аронова в Орле, в общем-то город на том же удалении от Москвы, примерно как и Саратов, готовится резолюция для ООН от Российской Федерации по унификации ответственности за отрицание Холокоста. Так что, в общем, тоже вам как юристу есть с кем работать, и, в общем-то, тема очень известная для России. Ну и второе, уважаемый Алексей Чеботарев, собственно, снял с языка комментарий к выступлению Игоря еще пока. В общем, конечно же, не могу здесь не укольнуть, что на Украине тема Холокоста, естественно, идет через запятую с темой Голодомора. Поэтому, в общем, ну, красный свет теме Холокоста вряд ли дадут. Ну, окей, с вами обсудим это после. Переходя к своему выступлению, я хотел бы остановиться на опыте осмысления проектной деятельности вокруг темы Холокоста. Отправной точкой моих размышлений стала идея о том, что в ряде случаев проекты по теме Холокоста не находят понимания в широких слоях общества. И, в принципе, в нееврейской среде отношение к Холокосту и к проектам о Холокосте больше такое отношение к таким еврейским делам. И это не антисемитизм, да, для антисемитов не нужно новых поводов, чтобы отрицать Холокост и для прочих гадостей. Да, я прежде всего говорю о борьбе за позицию молодых историков и круга людей, которых можно назвать байстендерс, которые к евреям отношения не имеют и, в общем, так сказать, формируют свое отношение к еврейской проблеме. Для первой иллюстрации, да, я подобрал знакомый, опять-таки, для наших уважаемых украинских коллег сюжет. Если в чем-то ошибусь, пускай меня поправят. Это деятельность католического священника Патрика Дюбуа. В частности, и на Украине, и на территории Белоруссии. Да, коротко о биографии. Он руководитель Центра исследований Холокоста в Сорбонне. С 2002 года занимается сбором свидетельств о Холокосте на территории СССР, собирает интервью. На сегодняшний день более полутора тысяч интервью его коллекции. Один из главных его выводов в процессе работы он пришел к тому, что число убитых, число жертв Холокоста значительно выше, нежели чем... принято считать теперь. Методика его работы, в том числе, описана на выставке «Холокост от пуль» в России. Выставка не экспонировалась. Насколько я знаю, она экспонировалась только на Украине, в Белоруссии, по-моему, этого не было. Не было? Окей. Несколько лет назад я был на семинаре в Киеве, и, в частности, организаторы продемонстрировали фрагмент видеоролика, который касался как раз одного из свидетельств старожилов села. Да, у пожилого человека, которому в годы оккупации было, внимание, 4 года, спросили о количестве евреев, уничтоженных в селе. Была озвучена цифра 120, ну, может, 130 человек. Интервьюер переспрашивает, сколько точно. Сошлись на цифре 130. Да, интервьюер спрашивает точную цифру. Сложно на одном примере, конечно, выводить что-то общее, но сама постановка вопроса свидетельствует о том, что для Дюбуа интервью свидетеля воспринимается как источник о количественных данных жертв Холокоста. И это, конечно, поразительно, не только потому, что это достаточно очевидно для исторической науки в целом, но это очевидно еще и потому, что в 4 года ребенок вряд ли сможет досчитать до 130. И второй момент, который примечают коллеги-историки из России, это то, с какой легкостью он определяет национальность жертв Холокоста. Потому что, как представляется, его методика такова. При помощи металлоискателя отыскиваются пули, и место объявляется местом захоронения именно евреев. Почему среди этих людей не могли быть расстреляны местные жители нееврейской национальности, сопротивлявшиеся, те же самые военнопленные? Почему этот вопрос не ставится, достаточно непонятно. Хотя, работая с Украиной, естественно, всем известен пример Бабьева Яра, где первыми были убиты душевнобольные, потом уже евреи, Рома и так далее, и советские военнопленные. Поэтому, да, почему для определения численности жертв в списке источников стоят такие вот сомнительные воспоминания? Почему любая пуля была выпущена именно в евреи? И уж зачем трогать такую, что называется, и проблемную, но и уже отчасти священную корову для исследователей Холокоста, как именно 6 миллионов, на которые вроде бы сошлись. И второй проект, который вызвал больше резонанса в благосфере и в новостных агентствах, и это уже, так сказать, вышло за рамки интереса только историков профессиональных, это прошедший в 2012 году в Израиле конкурс красоты среди жертв Холокоста. Значит, если коротко, было 700 участниц, подавших заявление на участие, значит, они высылали свои фотографии, возраст от 74 до 97 лет, да, ну, по, так сказать, статистические данные, 79-летняя Хава Гершковиц из Румынии происхождением стала победительницей, да. Идея проведения конкурса, конечно, вызвала неоднозначную реакцию, и организаторы назвали его праздником жизни, да, но критики было достаточно много. Русскоязычные информагентства поскромничали и не дали на своих сайтах слово организаторам мероприятия, да, что, естественно, породило ряд комментариев вот такого толка. Предложили сделать конкурс «Мисс ГУЛАГ», ну, дали цитатами, я прошу прощения, не пиарить Холокост и не говорить о старушечей красоте. Да, значит, естественно, на это среагировали педантичные немцы, которые педантичны в том числе во всем и в тех средствах, которые выделяются на разного рода проекты по еврейской тематике. Зюдойче Цайтинг выступила со статьей, что в настоящее время порядка 210 тысяч переживших Холокост живут в Израиле и порядка 30% живут за чертой бедности, да. Реакция, конечно, однозначная на это была. Первое направление рассуждений читателей интернета, зачем тратить деньги на сомнительные проекты, когда их можно потратить на конкретную помощь конкретным людям, да, когда это действительно нужно. Ну и второе, да, само по себе понятие красоты для пожилых людей, оно, безусловно, существует, но не выявляется какими-то конкурсными, да, в конкурсном формате. Да, комментирование любых подобных проектов, безусловно, это скользкая дорога, да, велик риск, так сказать, некорректно высказаться по отношению к коллегам, но самое главное, что эта тематика выплывает за рамки узко, за рамки только общества исследователей Холокоста, да, об этом начинают говорить самые обычные люди и формировать свое впечатление о Холокосте, да, и свое отношение, в принципе, к еврейской тематике. Вот, пожалуй, все, спасибо. Спасибо большое. Так, три минуты вашего времени я украл. Пожалуйста. Посмотрите, в общем, дорогие друзья, здесь у вас профессионал, который занимается какими-то темами профессионалов. У меня предположение, когда мы делаем глубокие выводы или даем какие-то характеристики, мне надо сдавать как раз на своих исследованиях, на своих данных, потому что малые исследования или много, в Украине работают только с Голодомором или нет, в России занимаются только изучением баллаев или бедей, или чего-то другого. Но надо иметь ответственность для того, чтобы делать серьезные заявления. У меня будут предложения, извините, что наносит общий характер. Приношу извинения украинской стороне. Пожалуйста, пожалуйста. Я про себя не собираюсь озарить вас. Все из-за лица? Так, кто-то в квартиру пойдет сюда. Он занялся. Замерялся. Можно он занялся. Пока в России не будет здесь. Черкизовский закрыли, Игорь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова То же самое. Раскопали, нашли нескольких гильцов, и, кстати, я это тоже видел, это действительно очень удивительное, бескрашное, было в отличие от впечатления от западного, от западного мониторика, красиво-красиво снятый ролик, то есть, оставили нам жару автомат, но это, конечно, не только впечатления, но и на сон. Спасибо.